Слушайте, как же быстро всё меняется в существующей системе координат, в смысле в условиях кризиса. Вот и у нас с вами в номинации Кидок года новый фаворит. Я сейчас вот про эту аферу с продажей Сбербанка. На днях было объявлено, что сделка завершена, и вот теперь почему эта афера? Ну, во-первых, мне, например, не совсем понятно, с какого перепугу государство в лице правительства выкупает Сберб у государственного же ЦБ. Причём деньги на покупку идут из того самого Фонда национального благосостояния, о котором в последнее время так много говорят, и в котором для нас с вами в кризисной ситуации денег не оказалось. Зато на покупку банка они нашлись. Во-вторых, цена вопроса меня смущает 2,1 триллиона рублей. Подождите, но ведь ещё в феврале Силановым называлась другая цифра почти в 3 триллиона. Затем поторговались, договорились о 2,5, а продали в итоге ещё дешевле. Это что за бизнес такой? Куда, блин, девались почти 400 миллиардов? С чего вдруг? Впрочем, это ещё не всё. Мы ведь совсем забыли, что в марте обесценилась национальная валюта. Причём хорошо так обесценилась на четверть. Но об этом почему-то никто не говорит. И если по-честному, то получается, что на сделке продавец потерял ещё несколько сотен миллиардов. Да ладно. Они что там, совсем дураки? Ну а теперь серьёзно так, что же случилось? Сейчас объясню. Начинаем. А случилось, господа, то, что в простонародье и называется жульничеством. У нас украли Сбербанк. Причём во второй раз уже. Впервые это произошло после развала СССР. Когда на фоне всеобщей паники какие-то молодцы взяли, да и прикарманили крупнейшее финансово-кредитное учреждение в Европе на тот момент. Прошло 30 лет. И вот сейчас этот банк прикарманили ещё раз. Причём, знаете, что самое смешное? А то, что сделали это те же самые люди. Нет, с юридической точки зрения там и правда, как будто бы какая-то сделка состоялась. Чебурашки из Белого дома даже типа обосновали необходимость оной, мол, нужно выполнять социальные обязательства. К тому же, выплаты дивидендов напрямую в общую копилку пойдут обратно в ФНБ. Продажа акций Сбербанка правительству принесёт значительные доходы в Фонд национального благосостояния. Об этом глава банка Герман Греб заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Обсуждение законопроекта о передаче акций состоится уже в четверг. Уважаемый Герман Оскарич, правительство приняло решение о приобретении акций Сбербанка у Центрального банка. Правду говорят, кризис это время возможностей не для всех, впрочем, а лишь для чересчур хитро сделанных товарищей. Вот хитро сделанные воспользовались возможностью позолотить ручку, тем более, что и делать-то ничего для этого не пришлось особенно. Написали три бумажки, сделали малопонятное заявление по ящику и вуаля, кто-то стал богаче на несколько сотен ярдов. Кот Базилио с лисой Алисой закапывает деньги, и кот понимает, что его дурит лиса, но не может понять, где и как. Зачем мы его выкупаем? Сами у себя? Мы Центробанк не контролируем? Контролируем. Я же понимаю, что от каждой сделки кто-то получит премию. Все еще не поняли? Хорошо, давайте на пальцах. Представь, у тебя есть какая-то собственность, квартира, и ты решил ее продать. Как? Правильно. Нанимаешь риэлтора, обговариваешь с ним все свои пожелания-хотелки, а потом уезжаешь, скажем, в командировку. Что проворачивает в твое отсутствие риэлтор? А он никому эту квартиру не продает, просто переписывает на твоего несовершеннолетнего ребенка, обставляя при этом произошедшее как сделку купли-продажи. Деньги снимаются с твоего счета, ну ребенок-то твой. Итог. С юридической точки зрения сделка действительно была, по факту же тебя тупо развели. Еще вчера у тебя была квартира, ребенок и счет в банке, а сегодня остались только квартира и ребенок. Счет в банке здорово похудел, ну там налоги пришлось заплатить, покрыть текущие расходы плюс процент риэлтора. В случае со Сбиром ребятки одурачили нас примерно так же. В 90-е, к слову, данная процедура отмыванием бабла называлась. Сейчас, правда, такими вещами уже на государственном уровне. Вот, занимаются. Это реальная журналистика в борьбе за это. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ах да, чуть не забыл. Там же еще один маленький момент присутствует. На нем нас тоже поимели. В рамках сделки оплата будет происходить в валюте, поскольку ФНБ формируется именно в ней. В результате Центробанк сможет продавать ее на внутреннем рынке, что поддержит курс рубля. Та-дам! Изюминка на торте. Или для тех, кто не врубился. Оформили мутную сделку в долларах и по февральскому курсу, а провели в рублях и по сегодняшнему. Еще и на этой разнице украли. Красавчаги! Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу. Кстати, о печенегах и половцах. Общественная палата России предложила ужесточить наказание за оскорбление в интернете, вплоть до уголовной ответственности. Речь идет о семи годах принудительных работ. Кроме того, авторы прекрасной идеи требуют увеличения штрафа в заклевету. Там же в интернете сумму назвать 6 миллионов. Ничего себе такой штраф, да? А еще, говорят, ребятки, было бы неплохо наказывать граждан за регистрацию в соцсетях без предоставления личных данных, например, паспортных. За это тяжелейшее преступление враги, то есть друзья, конечно же, народа, предлагают драть с нас от 100 до 200 тысяч. С Юрикой в 10 раз больше, от миллиона до двух. Слушайте, это просто праздник какой-то. Прям антикризисный план в действии. А чего бы не расстреливать сразу? Ах да, с мертвого ничего не поимеешь. Ладно, не буду продолжать этот дурацкий истеб, честно. Я действительно не знаю, как такие вещи комментировать. Тем более давать прогнозы, какие понятия не имею. Но вопросы имеются. Мы куда катимся? Аус Вайса, как при фашистах, уже вивели. Карательные отряды на улице выпустили. Людей, по сути, объявили заключенными шаг вправо, шаг влево. И последует жесточайшее наказание. Сейчас вот еще и в виртуальном пространстве на счетчик собрались ставить. Плюс тоже Аус Вайсе, кибернетические зондеркоманды, японский городовой. Алоизыч рано застрелился. Сейчас бы порадовался. В России есть только два союзника. Армия и военно-морской флот. Кстати, о великом кормчем. Слушайте, а человек ведь действительно куда-то пропадает. Все время, недавно как раз рассказывал. Где он? Что с ним? Вот ты, например, знаешь? Я тоже не знаю. Я Путина с марта не вижу. Начинаю искать новости на предмет, что президент по тому или иному вопросу говорит, думает. Натыкаясь лишь на Песков сообщил то. Песков сказал это. Песков прокомментировал ситуацию. Господа, у нас кто сегодня управляет страной? Песков? Так я не помню фамилии этого человека в списках кандидатов на выборах 2018 года. Чем занят настоящий президент? Вот что я хочу знать. Какие решения принимает по текущему положению дел? ФБК Навального, например, предположило, что все обращения главного, ну, те, что нам показывали три недели к ряду, могли быть записаны в один день. Обратили внимание, что на всех картинках Владимир Владимирович в одной и той же одежде, с одной и той же прической, с одним и тем же выражением лица. Или вот. Показывают другие встречи. Вот он, например, встречается с главой Минвостока развития Козловым. А получается так, что он встречался с ним совсем недавно. Давайте смотрим 9 секунд. Определенный. Забайкаль, например, у нас проект «Удакан» у Усманов реализует. Сила Чара. Мы буквально на той неделе там были, вернулись. Во-первых, вы видите та же самая одежда. Во-вторых, этот Козлов говорит ему про поездку в Забайкалье. Мы буквально были на той неделе. Мы заходим на сайт Министерства Минвостока развития и смотрим, что был он там 13 марта. То есть спустя неделю он встречается с Путиным. И нам вот эти вот заготовки выдают сейчас как нечто свежее. То есть Путин реально пропал. Нет, я не сторонник теории заговоров, но началась новая неделя. И снова посыпались сообщения из разряда «Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом». Об этом опять сообщает Песков и вновь без конкретики. Типа, планируется, что это случится после 15.00 по Москве. Короче, ну вот когда-нибудь. А что, в разгар пандемии невозможно точное время мероприятия назначить? Или в другом дело? А если под капельницей человек лежит и никто не знает просто, когда он придет в себя? Или еще похуже? Повторюсь, кто управляет страной в данный момент? Ты управляет ли? Ладно, все равно ответа не последует. Но будем посмотреть. А это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok